Если вы помните, в Советском Союзе романцы считали смещанством. Довольно только. Поэтому в кино обычно их исполняли какие-нибудь приказчики, знаете, такие с коком набриолинином, или какой-нибудь отрицательный такой персонаж, или подавались в таком немножко гротесном виде. Но при этом романсы-то исполнялись прекрасные, потому что там, не знаю, 50-е, 60-е годы, 40-е, у них-то было гораздо больше возможностей, все это, доступа к нотам, к источникам и так далее. Поэтому на вскидке вспоминается совершенно гениальная Раневская в фильме Александра Пархоменко. Я почему-то знаю название этого фильма, потому что она там играет тапершу в кабачке. Да, и она там сидит, у нее фигаретка такая, она жмурится от этого дыма, да, заобезокусывает шоколадки и поет, о, муж, о, навсегда. А романс-то прекрасный. Если отринуть вот это, и пою нахать очень хорошо. Вот. Совершенно блестящие в кинофильме «Свадьба» исполняют Вера Морецкая и Сергей Мартинсон. Исполняют потрясающий роман «Скажи, зачем тебя я встретил» я встретила. Если вам будет интересно, посмотрите, вы получите большое удовольствие, я вам уверяю. Но потом ситуация стала меняться, и в 1981 году вышел прекрасный фильм документальный. Я обыскалась его в интернете, но не нашла, поэтому не могу, так сказать, предложить ни ссылки, ничего. Назывался он «Романсы. Третьи трепетные звуки». Он двухсерийный документальный фильм о романсе, где были показаны старые записи сериали «Чёрный», где были сняты интервью с жившей тогда еще живой Клавдией Шульженко. С живой тогда Изабеллой Юрьевой. Изабелла Юрьева умерла, ей было под сто лет, она не так давно умерла. Но казалось, что ее нет, ее настолько вот стерли память о ней вообще. Из каких-то там информаций и так далее. Было интервью показано с Ниной Алисовой, если кто-то помнит, это легендарная исполнительница Ларисы в первом фильме «Беспреданец». Ух ты! Удивительная женщина совершенно. Все они были сняты в своих там комнатках. В обстановке, как принято говорить, было тогда достойной бедности. Честной бедности. На самом деле, конечно, умизительной совершенно нищеты. Великие женщины, великие актрисы, исполнительницы, которых готова была носить на руках вся страна. Вот они так заканчивали свои дни. Но вот там Сергей Образцов говорил такую фразу, которую я запомнила тоже на всю жизнь, и ей стараюсь следовать, насколько это возможно. Он сказал, что у Ляли Черной был шикарный, огромный, богатый голос. Но когда она пела романсы, она этот голос не показывала. Потому что она считала, что самое главное – показать красоту романса. А не то, как ты прекрасно его исполняешь. И когда я вот это услышала, я поняла, почему так многие исполнители царапают, когда их слушаешь. Потому что вроде все есть, все прекрасно, все замечательно. Потому что они показывают себя, свой шикарный голос, свои вокальные замечательные дозны. Кобзон. Кто угодно. Кто угодно. Но тем не менее, даже в таком виде кино и театр оставался очень хорошим источником. Романс целый. Откуда мы этот спектр тащили, опять же-таки учили и любили. Вот этот романс, который сейчас я вам покажу, может быть, довольно известный, может быть, кто-то его знает. Пелся он в спектакле «Живой труп» Татьяны Дорониной. Не очень, на мой взгляд, хорошо, но потом я его нашла в хороших воспоминаниях. Такой, скорее, он по-цыгански. Не забудь ты меня на чужбине. И любовь берегла, как святыню. Лишь тебе одному я любила, И любовь берегла, как святыню. Лишь тебе одному поверяла, Свои тайные думы и речи. Лишь тебе одному позволяла Целовать мои смуглые плечи. За тебя одного лишь смогу я Покраснеть перед светом суровым За тебя поклянусь и слезой, и улыбкой, и словом. И слезой, и слезой, и улыбкой, и словом.